Здесь я, меня зовут Маша Новая, и как всегда, по традиции, каждый будний вечер мы приглашаем в нашу студию гостей, которые так или иначе связаны с юмором, ну, чтобы проводить уже сегодняшний день под ха-ха, что называется. И сегодня у нас в гостях артист жанра стендап, но не простого стендапа. Стендап вместе с битбокс-шоу, победителем номинации «Альтернативная пародия» на фестивале «Большая разница в Одессе», участник стендап-шоу проекта «Не спать. Смех без правил» актер Александр Шаляпин. Да, привет, привет, Маша. Как тебе такое представление? Ну, да, помпезно, прям так, знаешь. Только панфар не хватало еще, да? Дамы и господа, встречайте, победитель. Еще мне нравится, вас сегодня ждет незабываемый вечер. Ну, естественно, многообещающе. Мы должны сразу же всех наших зрителей и слушателей заинтриговать. Ну, и у меня первый вопрос. Ты вообще потомок Шаляпина? Наверное, тебя уже все задолбали этим вопросом, но я не могу его обойти. С детства? Я не знаю, может быть. Но, кстати, фамилия Шаляпина, она довольно-таки распространенная, вот. И меня радует, что она у меня настоящая. Да, это не псевдоним. Вы с Прохором Шаляпиным не братья? К счастью, нет. Вот. Я Шаляпин, у меня настоящая фамилия по паспорту Шаляпин. Самое интересное, что у меня мама, она у нее девичья фамилия Высоцкая. О-о-о. Вот, то есть, да, я бы мог, вот, чтобы прям совсем оправдать вот эту помпезность, там, победитель того, участник этого, мне надо было взять фамилию через дефис. Тогда Александр Шаляпин-Высоцкий, и я в шубе из Волка. Такой домашенький, дальше опираясь на трость, голубушка, ну, что ты могу сказать. Из гитары обязательно. Какие вопросы, да. Брынь. Саша, ну, собственно, мы каждый вечер говорим о юморе, о том, как в нашей жизни достаточно такое сложно относиться к жизни с юмором. Вот у тебя есть какой-нибудь совет для всех наших зрителей и слушателей? Как ты справляешься с трудностью бытия? Ой, вот это вообще, на самом деле, сложный вопрос, потому что, если честно, вот так вот, честно, положа руку на сердце, у меня классика жанра комедиантов и комиков, да, то есть в жизни... В жизни ты не такой? Довольно-таки не самый смешной парень, вот, и у меня все остается это на сцене. То есть это образ некий, в котором ты существуешь, работаешь, да, а дома ты такой. Нет, это, нет, так, не знаю, так просто как-то получилось. На самом деле, юмор мне помогает. Я вообще рад, что у меня есть сцена, вот, потому что для меня это лучший, там, антидепрессант, или вообще как-то там, ну, поднять себе настроение и настроить на позитивный лад. То есть я на сцене живу, на сцене это моя вообще другая жизнь. Вот, там я вот как рыба в воде, то есть я знаю абсолютно на сто процентов, что я бы не смог без сцены. И мне нравится то, что я дарю людям радость, да, то есть позитив несу некий, потому что, ну, для меня это такая некая важная цель, некая вот как миссия. Если спросить, для чего мы, да, что-то делаем, я знаю, что моя задача в этой жизни, я не знаю, как все обустроено на самом деле в этом мире, как мы все живем, космос, не космос, куда мы все направляемся, но я знаю, что в данный момент моя миссия — одарить людям позитив. А как давно ты понял, что это твоя миссия? С детства, с детства саму. Как я начал что-то одуплять, там я что-то маленький уже, что-то смотрел телевизор, там какие-то клипы, что-то я даже пытался... Уже начал что-то повторять, да? Да, вообще, кстати, помню свое первое такое детское впечатление. Может, ну, более взрослые поколения поймут, о чем я говорю. Просто я родился еще в Советском Союзе, и к счастью, кстати, чем я очень сильно рад, что я застал советскую школу актерского мастерства и эстрады, потому что она мега мощная. Сейчас, к сожалению, уже такого нет. Сейчас быть артистом, вот прям вот, не обязательно. Можно делать все вот как бы... Вот, 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 вот так, и у тебя там полмиллиона просмотров. Вот. А я, помню, первый раз в жизни увидел выступление Аркадия Райкина и его номер «Маски». Я был просто маленький, я вот так вот смотрел, я был потрясен. И я подумал, вот, вот работа, которую я хочу делать. Сцена, ты артист, выходишь, что-то такое делаешь. Потому что я с детства всегда что-то, я что-то делаю, и вокруг себя сразу собирал ребят. Здорово. Да, то есть у меня такая мини, получалась такая мини-публика. Дорогие наши друзья, что еще потрясло Александра Шаляпина, узнаем совсем скоро, поэтому никуда не уходите, оставайтесь с нами. Друзья, ну сегодня у нас в вечернем эфире, наверное, самый оригинальный гость, который выступает, работает в жаре стендап, но не только. Еще все это вместе с битбоксом и плюс еще победитель фестиваля пародии «Большая разница». Но будем обо всем по порядку говорить. Итак, сейчас мы выяснили, что, Саша, ты с детства, собственно, понял, что тебе близко быть таким смешным, ярким, неординарным, юмор и так далее. Ну а когда уже началась такая более, наверное, серьезная эпоха в твоей жизни, когда ты уже начал где-то участвовать, тебя уже, может быть, начали узнавать, приглашать на всякие телешоу? На самом деле это произошло рано, но в рамках города Самара. Я сам родился и вырос в городе Люберцы. Как тебя в Самару занесло? Мама просто самарская, когда в начале 90-х она с отцом развелась, я как раз закончила начальную школу. Я, ну, естественно, у меня не было выбора, так сказать, я хочу тут или здесь. Я поехал с мамой. Вот. И в Самаре мне очень сильно повезло, я попал в театральную студию, телестудия «Товарищ», которая, кстати, вот в мае ей будет 50 лет, я поеду на юбилей в Самару, где соберутся. У тебя же тоже в мае день рождения. Да, у меня в мае день рождения. И у телестудии «Товарищ», кстати, очень много интересных выпускников, включая Ивана Демидова, который в свое время там был рулевой обозой и вообще такой фигурой довольно-таки значительной. Да, да. Ну и сейчас тоже, соответственно. И дело в том, что это телестудия такая, которая прям вот, ну, можно сказать, по школе актерской, вот в стиле «Щуки» или школам студии «МХА». То есть пять лет я сам занимался там сценодвижения, сценречи. Именно телестудия, то есть вас готовили к кадру, правильно? Да, она была при телевидении, при местном ГТРК «Самара». Вот. И у нас были занятия, где вот с нами прям по актерской школе посерьезной такой занимались. Я туда попал в 13 лет, 5 лет. И плюс еще получаешь сразу теория и практика. То есть ты сразу где-то снимаешься, в каких-то там передачах, там прямые эфиры уже были у меня. Когда вот этот адреналин, знаешь, когда ты мелкий, что? То есть вот этот вот, да, школа. Это очень такая была площадка, которая дала мне старт. Очень хороший. Вот там я уже в Самаре начал участвовать, там и студвесны, и какие-то КВН, и вот команда КВН «Сок». Я там тоже в свое время, когда она была сборной Самары, я был там. Вот делал какие-то шаги. А потом я вернулся в Москву, вот, потому что понимал, что... Я там, кстати, и в эстрадном театре был в Самаре. Но Москва все-таки родина. Я здесь родился. И меня сюда тянуло. Я понимал здесь возможности. И в середине нулевых, когда я вернулся, здесь было очень все сложно. Куда, чего? Да, «Смерть без правил», я помню, была первая программа, где что-то... А я сам не понимаю, что еще надо делать. А самая серьезная победа была, мой первый экзамен, это как раз, вот о чем ты говорила, это большая разница. Да, там я получил кубок в номинации «Альтернативная пародия», там Михаил Сергеевич Боярский меня вручал. Я тогда делал стендап как раз, первый раз в жизни на сцене. Альтернативная пародия, а много вообще было претендентов в этой номинации? Потому что, мне кажется, таких, как ты, в принципе, очень мало у нас в стране. Там участвовали ребята на электронных таких балалайках и битбоксеры. Это такой просто жанр, который немного не вписывается ни туда, ни туда, ни сюда. И назвали «Альтернативная». То есть не такое, не похоже ни на что. Альтернативная, да, потому что там были пародии именно пластика, да, пародика, потом голос, голосом пародировать. У меня как раз мой стендап, он включает в себя и... У меня есть и драматическая актерская игра с отыгрышами. И прям откровенная клоунада где-то. И звуковые имитации, там битбокс чуть-чуть, но в основном звуки. Это когда какие-то такие штуки. И пародии, да, то есть именно каких-то персонажей, каких-то чуваков там такой вот. То есть это такой микс, да, такой некий винегрет. То есть это мой вот некий скилл, некая вот моя фишка, по которой меня узнают. Это вот отыгрыши. Потому что стендап, он разный. Есть текстовый стендап, да, когда выходит, можно просто с микрофоном играть текст. А есть игровой, когда ты... Да, есть актерский такой, да. Я попрошу тебя сейчас отыграть мхатовскую паузу. Прекрасно, это гениально. Друзья, скоро вернемся. Ля-ля, тополя вечера. Мы сегодня ведем вместе с Александром Шаляпиным. Ну ты как мой коллега, который тоже разведущий. Это хороший въезд. Вот и ребята. Поехали. Класс. Да, друзья, сейчас у нас Александр Шаляпин расскажет обо всех своих предстоящих мероприятиях. Где тебя можно увидеть и услышать в ближайшем будущем? Сходить на твое живое выступление. Да, сейчас появилось такое классное место, называется стендап-стор, вот, на Петровке 21 его ребята открыли из стендапа, и оно, ну, замечательно тем, что там каждый день идет стендап, каждый день. Магазин лучших стендаперов, где можно выбрать. По два концерта, это уникально, то есть ты в любой день можешь прийти. Круто. И причем это очень такое демократичное место, без, знаешь, вот этого пафоса, лоска, там, какого-то там нереальных цен, ты приходишь такой, вау. Ну сколько стоит билет на концерт? Слушай, ну там в среднем, там, как в кино сходить. Да? Да, и там депозиты такие лайтовые, ну, не то, что там надо, там, заказывать, знаешь, какие-то огромные... Попкорн дают в подарок? Столы. Попкорн нет, потому что все-таки да. Но мы, кстати, нужно об этом подумать. Завтра у меня там будет концерт, если что, там, стендап Москва Уру, там, посмотрите информацию, приходите. Это сайт так называется, правильно я понимаю? Да, у меня по два-три концерта в месяц, и вот я еще готовлю такую фишку, я не очень люблю отмечать день рождения в последнее время, потому что я... Да, 6 мая уже грядет. Да, 6 мая, да. Я как-то собрал всех своих друзей, они решили скинуться и промахнулись. Вот, и знаешь, что я люблю кофе, подарили мне такой кофе-тренажер. Реально, знаешь, не кофе-машину куда-то закинул, а такая штука, засыпаешь эспрессо, кипяток, у нее как, знаешь... Крутишь педали? Как штопор такой, отводишь вот так вот. А, круто! Лишь, у нас там все полетело, затвалилось. Вот реально с такими усилиями ты выдавливаешь себе чуть-чуть эспрессо. Давайте разберемся. Сань, мне кажется, тебе надо сейчас поправить микрофон, да, а то он куда-то улетел. Да, просто Александр сейчас очень ярко и насыщенно рассказывал и показывал о том, какой подарок ему сегодня подарили. Сейчас он поправляет, друзья, и мы с этим скоро, да-да-да, вот, все, уже все отлично. Да, я просто объясню тем, что на самом деле, для чего мы пьем кофе утром? Чтобы, ну, проснуться, а не думать, что ты знаешь, там, сделал семь подходов с просонью. И я поэтому подумал, что я как-то мне было 33, и я отмечал свой день рождения концертом. И подумал, надо возобновить эту традицию, я 6 мая хочу сделать спешл. Спешл это называется в стендапе, когда ты делаешь такую часовую программу, час лишним. Ух ты! Вот, такой, твой сольный концерт. Вот, и я решил, что пусть в стендап-стор придут мои друзья, друзья друзей, те, кто, ну, тем, кому нравится мое творчество, и мы вот такой большой компанией. То есть это будет твой бенефис, часовой концерт? Да, да, 6 мая. У тебя уже набралось столько тем, которые можно уже объединить. Да, ну, да, там будет новый материал, какие-то свои лучшие хиты, там, знаешь, the best of the best. Слушай, ну, а на какие темы вот лучше всего шутиться, вот, лично для тебя? Подскажи, пожалуйста. То есть многие все-таки шутят там о своей второй половинке, о девушке, многие там шутят о каком-то месте, где они пребывают, живут, может быть, о путешествии. У некоторых, то есть абсолютно разные темы. Вот для тебя самая такая актуальная тема, которая всегда принимается зрителями на ура. А, это что? У меня такие бытовые моменты, то, что, ну, вообще, все, что связано с нами, с людьми, с нашими желаниями, с нашими потребностями, с нашим характером. Какие мы люди, бедные, богатые, куда мы ходим, в театры, в кино, стоим в пробках, соседи, как мы путешествуем, какую музыку мы слушаем, что мы едим. Ну, то есть, вот, я стараюсь не ограничивать себя каким-то темой, потому что у меня, например, есть и, ай, сейчас просто несколько бешеной электроникой. А ты знаешь, Саша, вот такие моменты, я честно тебе скажу, я люблю больше всего. Я вообще обожаю тоже. Друзья, у нас прямой эфир, у нас нет никакой записи, все, что происходит сейчас. Да-да-да, Саша превращается в киборга, потому что у него уже несколько микрофонов. Давай тогда ненадолго прервемся, друзья, все самое интересное дальше, возвращайтесь к нам обратно. Нет, не будем мы прерываться, говорит мне режиссер, а он передумал, слушай, говорит, прерываемся, все, слушаем, смотрим хорошую музыку. Да, друзья, мы одни такие, нас можно и смотреть, и слушать одновременно. Всем привет, кто только что к нам присоединился здесь, я, меня зовут Маша Новая, и я не одна сегодня в нашей студии. Вместе со мной Александр Шаляпин, с такой громкой, говорящей фамилией. Да, Александр у нас стендап-комик. Да, все встало на свои места, вот я с микрофоном, все, я на самом деле, вот мой рабочий инструмент, микрофон. И наушники. Да, и наушники, которые там я надену, когда надо будет нужно. Вот, на самом деле, кстати, вот гарнитур, да, некоторые выступают с гарнитурой тоже на сцене, но вот мне неудобно. С микрофоном привычнее. Да, микрофон прям привычный, особенно если он шнур, ты прям ходишь, это такая некая, знаешь, эстетика, это минимализм. Мне вот что нравится в стендапе, минимализм, просто сцена, штора, луч, микрофон. Ты один на сцене и зритель, один на один. Это, конечно, и сложно, и классно одновременно. Ну, здорово, вот Александр уже рассказал о своем концерте, который будет как раз-таки приуроченный ко дню рождения, часовом. И я сегодня тебе тоже предлагаю немножечко поимпровизировать. Знаю, ты это дело очень любишь, у нас здесь на стране будет новая композиция, сиквел, на одну уже известную композицию. И нам нужно сделать какое-то ее такое массовое интересное представление, что-то вроде трейлера, чтобы люди так заинтересовались, заинтриговались, и потом обязательно включили. Поможешь мне? Давай, давай, Машка, конечно. Я тут сделала небольшой набросочек, буду тебе очень благодарна, если ты его озвучишь. Так. Друзья, впервые, без вообще единой секунды подготовки, Александр Шаляпин, полная импровизация, поехали, сиквел. А мне надо считать, что здесь вот такие задания, типа звуки трейлера или не надо? Нет, это не нужно, это просто маленькие пометки для тебя. Телерадиоканал «Страна ФМ» представляет. Маша новая. А, это твой смех? Он приходит, когда никто не ждет. Он передвигается, как слом. Где он? Там и звуки дрели. Он пытает людей громкой музыкой. Ему не страшна полиция. Но придет избранный и начнется битва. И он будет повержен, но снова вернется, чтобы мстить. Сосед. Возвращение. Скоро. На телерадиоканале «Страна ФМ». ФМ, ФМ. Вау, браво! Друзья, вы поняли, о какой фестии идет речь. На телерадиоканале «Страна ФМ». Смотрите неповторимый фильм «Сосед. Возвращение». А также «Сосед. Начало». А также «Сосед. Сосед. Сосед. Соседи. И «Соседи. Месть соседа». Спасибо огромное, Саша. Я просто сейчас вот рукоплещу тебя вместе со всеми нашими зрителями и слушателями. Друзья, без вообще, без какой-либо подготовки. Это было феноменально. А сколько времени у тебя, ну, как бы обычно уходит на подготовку твоих стендапов? Сколько ты тратишь на этот день, два месяца, годы? Нет, вообще написание такой сложный момент. Я сам не понимаю, как это все происходит. Но в основном в движении. Когда я где-то иду, путешествую, что-то увидел. Вообще вот о телестудии «Товарищ», которую я рассказывала, у нас там была замечательный педагог Ольга Валентиновна Суздальцева. И она прямо вот, она говорила, запомните, всегда вы должны наблюдать, где бы вы ни находились, в какой ситуации. Даже если в каком-то горе или еще что-то, какая-то отрицательная, неважно что, вы должны наблюдать, чтобы как губка впитывать. Эти образы, характеры людей, ситуации, да, чтобы потом… Я всегда наблюдаю, смотрю, что-то увидел. Ты записываешь это куда-то сразу же? Да, да, сейчас очень удобно. В айфоне есть диктофон. И ты… Раз. И мысль запомнил, потом ее уже развиваешь. Также я люблю такую олдскульную тему, это именно, ну, именно прям блокнот и ручка. Ага. Когда ты какие-то пометки делаешь, в этом есть что-то такое, вот знаешь, такое писательное. Да, ну да, у меня есть тактильное. Потом уже работаешь, проверяешь, естественно, потом начинаешь выступать тут, там, там, проверяешь шутки, да. Зритель смеется, все, галочку поставил, классно. Не смеется, все, выбросил, пошел дальше. Да, друзья, и по каким же городам Александр у нас гастролировал, узнаем сразу же после музыкальной паузы. Никуда не уходите. Вечерний эфир на телерадиоканале «Страна ФМ» продолжается. И сегодня у нас, ну, просто супер жгучий и горячий. Ну, надеюсь. Потому что такой же у нас и гость Александр Шаляпин, стендап-комик. Кстати, ну, можно сказать, единственный, да, который выступает в таком оригинальном формате. Ну, пока да. Стендап плюс битбокс. Да, кстати, я вообще думал, что сейчас этот жанр настолько развился, очень много, большое количество стендап-комиков. И я думал, что, ну, должны появиться, но он пока вот именно в таком формате, совмещающем битбокс, битбокс, звуки и еще все-таки отыгрыши актерские. Это очень важно. Я все-таки в них вкладываюсь. Вообще, на самом деле, я вот говорил о том, что я пол-скулу, да, еще той старой школы. Я все-таки считаю, если ты вышел на сцену, ты должен, ну, вот прям реально гореть на сцене. Я со сцены спускаюсь все время, у меня вот, честно, мокрая майка, когда я даю там 20-30 минут в свое выступление. Потому что вот, ну, вот так вот ты должен, ну, чтобы, вот, пуляя энергии вообще весь зал, а не так, что... Я не очень, как бы, фанат, знаешь, такого стендапа, такого, немножко в себя, когда люди... Нитрально. А, ну, что, что, о чем вы говорите? Слушай, да, а с другой стороны, если бы все были такие огонь, должны же быть разные, правильно? Да, но все-таки могу поближать немножко, пользуясь тем, что мне уже почти 39, скажу, что все-таки сейчас везде, там, вот, и блогеры в интернете, и актеры в кино, вот, молодого поколения, не все прямо вот так вот выкладываются. Все-таки это такая профессия, я считаю, жертвенная, быть артистом, неважно, где ты, в стендапе, в театре, в кино или что-то, нужно прямо выкладываться. Не то, что я говорю, что все такие, нет, очень много талантливой молодежи сейчас, но, к сожалению, много, и вот, знаешь, типа ты сейчас, я не знаю, там, был водителем такси, а тут ты вышел на сцену без подготовки, без какой-либо школы, без каких-либо знаний, ну, ты решил, что... Ну, вот обидно, Саша, скажи, некоторые идут к этому всю жизнь, а некоторые тут раз, решили и пошли. Ну, так это и видно, понимаешь, Маша, в чем проблема, это и видно. Я против этого. Когда человек выходит неподготовленный, без какой-либо школы, без какой-либо харизмы, это же видно, понимаешь? Я тебя поддерживаю полностью, друзья. Мы за профессионализм все-таки в своем деле. Ну, а скажи, как тебя встречают люди в других городах? Как вообще обстоят дела с юмором, не в Москве? Да, отлично. Я сейчас меньше, к сожалению, гастролирую, но иногда бывает, да. А так я даже и за рубеж ездил, выступал для наших соотечественников, которые живут за границей. И, ну, вообще, на самом деле, даже легче все заходит. Потому что Москва немного все-таки, они такие, ну-ка, давайте посмотрим, что там... Давай-ка, пошути-ка нам тут, да? Вот, а там в городах они такие, ну, давай, ну... Ну, слушай, я видела, что ты был в Брянске. Я же сама из Брянска. Брянская девчонка, тебя там так здорово встречали, потому что ребята у нас очень клевые. Ну, в хорошем смысле слова, мне вот, на самом деле, мое люберецкое детство, вот эта закалка помогает, да, чтобы выйти сказать, ребята, привет, че кого-то, как... Как будто ты свой везде на своей волне. Ну, да, да, без этого, дорогие друзья, Брянск, добрый вечер, к вам, Брянск, артист из Москвы, ха-ха, встречайте. И все там все такие, че-че, а тут их, о, привет, ребята, че. Я там еще там залом же классно поимпровизировать, это клево. Не, в Брянске один из таких лучших концертов был у меня. А в каких-то еще был городах, получается, ну, вот из России? Ну, и Сибирь там, и вот так вот, то есть так... Хорошо, тогда... На Дальний Восток еще вот не доехал, да. Ну, все, впереди, слушай, после. Хотелось бы побывать. А так было в городе Мурманске, который меня поразил, как там люди живут полгода день, полгода ночь, я просто, ребят, фух, вы прямо, респект вам. Саш, ну, расскажи, как ты после таких концертов, ты же говоришь, ты отдаешь, отдаешь всю энергию с себя, как ты пополняешь потом эту энергию? Что ты делаешь? День тишины? Или же как? Не, на самом деле я такой энергетический вампир, в хорошем смысле этого слова. Мне достаточно... Я, то есть, беру и отдаю. А, то есть ты подпитываешься от людей, да? Да, во-первых, когда я даю концерт, все-таки я дал, я взял. То есть это энергообмен идет. Вот. Во-вторых, когда я встречаюсь со своими друзьями, это мои такие маленькие батарейки. Мои друзья, потому что я начинаю с ними что-то разгонять, прикалываться. Они смеются, им весело, а я... а я кушаю. Понятно. Ну, то есть вот так. Ну, и вообще какие-то эмоции, какие-то впечатления. Я такой парень, люблю постоянно двигаться. Любишь путешествовать? Люблю, но не люблю один путешествовать. Вот у меня нет такой энергии, один поехать, побыть, один наедине с собой. Ну, нет, ты не такой человек, да. Нет, я люблю там с близким человеком, с девушкой или с друзьями, с компанией. А вот интересно, ты, кстати, в своих стендапах очень часто девушек обстебываешь, потому что они там себя что-то накачали и так далее. У тебя... ты про девушку, про свою шутишь когда-нибудь или нет? Она не обижается на это? Слушай, ну, на самом деле редко. Есть большое количество стендап-комиков, которые прямо вот так вот песочат своих жен. Про свою личную жизнь, да. Да, я так редко затрагиваю темы. Даже вот у меня есть дочка, вот, я в разводе, но у меня есть дочь. И за все мое творчество у меня только один стендап был про дочь. Вот, так я все-таки стараюсь вот просто темы вот такие вот брать. Ситуативные, да. На ситуации, да. На ситуации. Понятно. Скажи, какие вообще будущие планы, где мы тебя можем увидеть, в каких проектах, на каких каналах и так далее. Давай, расскажи сейчас всем нашим зрителям и слушателям. Не, ну, все по-прежнему. Стендап я сейчас пытаюсь, так сказать, писать новый материал. Немного мне было сложно, потому что у меня был большой перерыв. Знаешь, там надо было, ну, как-то пересобрать себя. Вот, немножко была другая работа. Сейчас я пытаюсь писать. Конечно, это так сложно после перерыва. Вот, но вот благодаря, повторяю, месту стендап-стор, вот, где есть площадка, где я начинаю набирать обороты, понимаешь? Где я снова выступаю, где я показываю старый материал и новый. То есть, знаешь, уже можно что-то новое, какие-то ходы пробовать, смотреть. Но ты же не только стендапом занимаешься, ты же еще и актер. Я знаю, ты снялся в кино, которое сейчас вышло. Слушай, да, ну вот кино как-то, кино, вот если продюсеры, режиссеры, как-то оно сошло на нет. Каникулы президента, правильно? Да, да, ну это мои просто друзья снимали. Нету друзей, я продолжаю сниматься. Вот, для меня кино сейчас осталось как хобби, потому что в силу того, что у меня очень сложная внешность, вроде бы и комедиант, а лицо убийцы, и что-то непонятно, понимаешь? И такой образ довольно-таки сложный для современного кино может быть. Поэтому кино как хобби больше осталось. Ну вот интересно, что в этом фильме «Каникулы президента» какая у тебя была роль? Я играл батюшку. Батюшку, а ты говоришь. И однако твои татуировки и такой внешний вид не помешал ему. Ну там как раз я играл батюшку, который в прошлом был такой рок-н-ролльщик, потом разочаровался в этой всей жизни, понял, что это прожигание жизни, и решил посвятить себя чему-то более светлому. О, друзья, все уже заинтригованы. Понимаешь, ну опять же, Маш, но там же эпизод. Я и в театре там был, и это, но это все маленький эпизод. Кино, кино это классно, у меня главных ролей вот очень мало. Ну тебе интересно дальше развиваться, ну в будущем, так же в этой сфере. Да, но актер понимает, смотри, вот в чем фишка стендапа. Стендап, ты сам, если сделал продукт, ты его можешь продвигать как материал. То есть тебе есть что предложить, понимаешь? Вот я, например, ребят, я придумал концерт на час. И ты его продаешь, да, по-разному про площадку. Да, и все-таки, мау, классно, ничего себе, Шаляпин, новый материал, ну-ка, давайте посмотрим. А кино, ты зависим от предложений. Я не могу подойти к Федору Бондарычу и сказать, Федор Сергеевич. Давайте, возьмите меня, пожалуйста. То есть это так не делается. В основном тебя находят сами. Говорят, Александр, есть такой проект, такая роль, перейдите на пробы. И вот там ты уже на пробах себя проявляешь, да, а нет, там несколько человек тоже могут пробоваться на эту роль. То есть ты любишь все держать в своих руках под контролем, ни от кого не зависеть. Нет, я имею в виду, что это разное немножко. Стендап зависит от тебя, а кино уже зависит все-таки от предложений, а потом от тебя. А стендап в первую очередь от тебя. Если тебе нечего предложить, ну... Но у тебя есть какие-нибудь любимые комедийные фильмы? Не в которых снимался ты, а в которых ты смотрел. И вот от которых ты просто тащишься. Ну и, конечно же, Джим Керри и вот его классика со всеми комедийными фильмами. И вообще, кстати, ты знаешь, что практически 80% комедийных актеров, они все стендап-комики. Там, на Западе, в Америке. То есть они начинали как стендап-комики, а уже потом попали там в сериалы, в фильмы. Вот. И я на самом деле люблю смотреть комедии. Но, кстати, самое интересное, что может быть, это фишка детства, да, потому что тогда в Советском Союзе показывали в кинотеатрах либо французские фильмы, либо индийские. Вот это все, танцор дисков, все дела. То мне очень нравятся французские комедии. Они очень легкие. Они... Да, да. Вот такие вот все. А Мистер Бин? Ну, Мистер Бин, это уже такая Англия. Ну, это же прямо вообще. Но там отдельно. Я не скажу, что я жесткий фанат там Мистера Бина, но какие-то отдельные фишки у нее есть очень классные. А у тебя есть комики, которые... Ну, или, может быть, комедийные актеры, из которых ты берешь примеры, на которых ты хочешь там... Нет, комедийные это Пабло Франциско. Его мало кто знает. Это латиноамериканский стендап-комик, но он тоже совмещает всякие звуки и так далее. Вот. И Робин Уильямска, которого, к сожалению, уже нет. Потрясающий траги-комик. У него гениальные стендапы, где он мог просто отыгрышами по 2-3 минуты держать зал в истерике. Когда... Знаешь, когда бывает, когда ты уже просто заливаешься, а он просто ничего не говорит, он просто действиями. Это, конечно, потрясающий именно такой вот траги-комик. Он мог и драматически гениально сыграть, мог и заставить плакать, и заставить смеяться. Ну, здорово, Сань. Напоследок, я хочу тебя спросить. Можешь какую-нибудь шуточку или анекдот твой самый любимый, так сказать, чтобы на такой же волне закончить наш эфир? Что-нибудь такое коротенькое? Слушай, коротенькое. Мне на самом деле первый, наверное, артист, на которого я обратил внимание, это Майкл Винслоу, если вы помните, «Полицейская академия». Вот. И хочу сейчас честно признаться, когда я делал свои первые шаги... Подожди, вот давай на этом сейчас прервемся, а потом ты дорасскажешь. Хорошо? Давай. Интригу держим. Да, друзья, мы продолжаем. Есть у нас еще в запасе немножечко времени, чтобы насладиться общением с Александром Шаляпином. Вот Саша уже начал рассказывать историю. Я рассказывал про Майкла Винслоу, это из «Полицейской академии», он тоже занимался стендапом, у него есть выступление, и у него есть такой классный гэг, который я чуть-чуть так позаимствовал. Это были мои первые шаги в стендапе очень давно, и, ну, я просто думал, ну, блин, я не могу это не взять, позаимствовать. Там такая фишка, он изображал соседей как раз, что вот ты, типа, ложишься спать, и у них вот это вот, знаешь, вот это вот... Ага. Вот, и я немножко переделывал, я говорил, что ты начинаешь им стучать, значит, прекратить вот это... Да. Ну, в какой-то момент понимаешь, что ты им подыгрываешь. Ага. Вот, и самое главное, что тебе не спрятаться от этого звука. Если ты думаешь, что ты спрячешься в ванной, то будет выглядеть так, знаешь, я делал там... Закрыли дверь ванной. Да, так и есть, реально. Ну, то есть, такая фишка, мне понравился именно вот этот перепад, вот это, знаешь, с громкой вот это... То есть, такая вот тема, это такая была первая фишка, которая меня очень сильно зацепила. Слушай, ну и как раз ты же с этим номером и выступал на большой разнице, что и принесло тебе в итоге победу долгожданную. И да, и там я понял, что это будет моей фишкой. И вообще, благодаря Майклу Винслову, потому что я тоже поклонник в Лизинской Академии, я понял, что звуки и юмор, это прям вот такая очень крутая смесь. Сань, ну я желаю тебе удачи, развития, дальше. Спасибо, спасибо. Я обязательно, друзья, все наши зрители и слушатели, просто обязательно должны пойти на его сольный концерт, чтобы живьем насладиться всеми вот этими вот звуками, юмором и так далее. Да, находите меня в социальных сетях, там вся инфа. Давай, как тебя найти в Инстаграме, чтобы сейчас все подписались, быстро. Слушай, ну там немножко сложно, по-английски шальяб. Шальяб, все, друзья. Нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание in. Молодцы, на этом мы попрощаемся. С вами была Маша Новая, идите по жизни с улыбкой, Александр Шалябин, пока. Спасибо. Спасибо.